Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко и вновь у нас в гостях начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Люберецкая Илья Викторович Атаманов полковник полиции который приходит к нам часто но лето прошло без вас так что мы поздравляем вас с прошедшим праздником июльским работников ГИБДД но время сейчас мы приближаемся уже осень практически стучится к нам в окно и начнем наверное со статистики вас какие то есть информация как лето про летом же народ расслабляется немножко немножко газку добавляет наверное естественно статистика является неизменным критерием в оценке работы но наверное любого ведомства потому что цифры дают понять в какую сторону мы двигаемся и все ли было сделано правильно вот цифры говорят о том что в целом ситуация остается под контролем потому что ну вот я в абсолютных цифрах скажу что сейчас 87 дтп с пострадавшими то это всего на 3 дтп больше чем в прошлом году то есть целом принципе будем говорить что это за период какой мы сравниваем с прошлым годом спрос за выражаясь казенным языком за отчетный период или как у нас принято говорить за аналогичный период прошлого года при этом надо отметить что погибших меньше на два человека всего пять человек что тоже в общем-то радует и по детям ситуация ну вот абсолютно ровная и к сожалению 11 детишек у нас получили ранения в основном незначительные и и слава богу погибших детей на настоящий момент нет это говорит о том что как я это вижу и как могу с гордостью сказать что в целом вот тот огромный каждодневный труд который государственная инспекция нашего района проводит на дорогах проводит при оказании государственной услуги он приносит свой результат в подробностях мы об этом остановимся но как вы правильно сказали лето прошло без моего участия без без диалога без выступления почему потому что во первых как я сказал у нас достаточно стабильная ситуация и не было необходимости обращаться к телезрителям чтобы обратить на что-то их внимание их внимание в настоящий момент настолько типовые и каждый день происходящее дорожно-транспортное происшествия стали уже вот такой нормой что я понимаю что пара 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 выступить и вот поэтому лето лето прошло стабильно а вот осень наступающая она говорит о том что пора обратить внимание есть объективная сторона этого процесса первое если говорить про детский травматизм дети все вернулись от бабушек от дедушек с лагерей с юга опять же модель поведения на отдыхе и модель поведения в городской черте она отличается и мы на этом остановимся надо обратить внимание что еще что еще заставило меня прийти на на эфир это то что первое сентября первое сентября это очень ответственный для всех для всех взрослых для всех представителей исполнительной власти для всех ветвей исполнительной власти очень ответственный период первую очередь потому что наши дети идут в школу Поэтому вот я сразу начну, наверное, вот с главного. Да, потом мы остановимся на тех примерах, которые позволят более пристально посмотреть на какие-то конкретные ситуации. Первое. Понятно, что первоклассников ни один нормальный родитель просто так не отпустит. За две руки. Да, за две руки будет водитель. Вот. И есть такой документ, называется паспорт безопасности. Он прописывает, то есть каждая школа продумывает наиболее безопасные маршруты, как прийти детям в школу. Соответственно, рекомендации от преподавателей со стороны школы по этому поводу будут все даны родителям. Но я хочу сказать, что здесь жизненный опыт родителей, наверное, более является основополагающим для того, чтобы своему ребенку показать, какой маршрут для него наиболее предпочтительен. Потому что, опять же, те же первоклассники, ну, не все родители имеют возможность каждый день водить ребенка. Хотя есть достаточно ответственные и имеющие возможность. Поэтому в любом случае детей надо приучать к безопасному маршруту. Как первоклассник, в том числе взрослый, даже вот этот вот десятиклассник. Да. Если мама перед собой. Там другие расслабления. Вечером, да, наполнив его тарелку классными домашними котлетами, скажет, сынок, завтра в школу. Вот расскажи мне, как ты будешь соблюдать правила движения? Пусть он расскажет. Взрослый уже ребенок. Вот такое дело. Вот в любой форме. Потому что сейчас дети настолько себя чувствуют взрослыми, настолько самостоятельными, что им рассказывать, что должен делать вот это. Это бесполезная трата времени. Пусть он вам расскажет, заодно почувствует себя действительно взрослым. Но это уже мы говорим про старшеклассника. Отдельное, наиболее, будем говорить, привлекающее внимание и вызывающее озаботу и тревогу, это как раз вот четвертый, пятый, когда вот он уже, он уже в четвертом классе, вспоминайте. В четвертом классе я себя невероятным взрослым казался. Со всеми необходимыми атрибутами поведения. Своя школа, свои друзья, все знают. Соответственно, вот эти вот четвертый, пятый, шестой, седьмой класс, это как раз вот то, что действительно со стороны родителей требует отдельного инструктажа, выражаясь взрослым языком. То есть беседа о том, вот то же самое, какой там, каждый ребенок знает своего родителя. Каждый, да, из каждого родителя знает своего ребенка. Соответственно, какая форма доступная для того, чтобы освежить, что надо делать, куда надо смотреть, как переходить. Это все не лишнее повторение, мать учения. И это сегодня вот лейп-мотив моего выступления здесь. Поэтому первое, безопасный маршрут с младшеклассниками, пройти личным примером, проговорить, показать. И дальше со старшеклассниками и с более взрослыми детьми проговорить, напомнить им о том, как надо переходить дорогу, вообще как надо идти. То есть и прийти, и уйти, да. Немалая важная составляющая, мы сейчас тоже на этом на конкретных примерах остановимся, это поведение вне школы. Потому что вот мы в школу, это важно. У нас, к сожалению, большая половина происшествий происходит с детьми, которые уже пришли со школой, которые играются во дворе. Воровая территория. Творовая территория, дорога. Здесь отдельный разговор, и это тоже надо проговаривать. Мы отдельно остановимся на каждом возможном варианте развития событий для ребенка, и на чем должны родители заострить свое внимание в диалоге, в дружеском родительском диалоге со своим ребенком. Очень важный момент уже для родителей. Вот то, что вызывает... Вы знаете, что каждый раз меня всегда приводит, и что каждый раз вызывает у меня недоумение, возмущение, желание еще раз обратиться к всем участникам дорожного движения? Каждую неделю мы проводим рейды, ставшие привычными для участников дорожного движения. Это массовые проверки, когда от 4 до 5 и больше сотрудников выстроились в ряд, сделали такой удобный для быстрого общения карман, остановили, посмотрели, задали наводящий вопрос, в зависимости от реакции внешнего вида и содержимого салона, принимается решение о дальнейшем, так сказать, или пожелать счастливого пути, или перевести уже в правое русло дальнейший диалог. Каждую неделю проводится рейд, называется «Безопасное кресло». Вы его наверняка могли наблюдать. И каждую неделю находятся родители, водители, которые перевозят ребенка без специального удерживающего устройства. При этом, те дорожно-транспортные происшествия, у меня еще, раньше я как-то ушел на эфир, там сразу какие-то картинки, видеоряд. Да, да, да. Но наша передача на РЕН-ТВ «Отводить по-русски», она вот эту историю, она немножко притупила остроту восприятия. Когда она только появилась, все такие, о, там все такие сидели, смотрели, и это вызывало интерес. Сейчас это такое, они там даже уже, чтобы хоть как-то привлечь внимание, они уже там в стихотворной форме, с юмором, и даже какие-то трагические ситуации, там, вот уже как-то они… Другой вектор у них, да. Да, смотрятся как-то так, прям по-обывательски. Для меня, в силу должностных обязанностей и в силу профессии, для меня вот эти все картинки, потому что сейчас, я говорил здесь в эфире, могу сказать, 80% ДТП я могу видеть потом или по камере «Безопасный город», или с видеорегистратором машины, или там с камеры подъезда. Каждый раз у меня недоумение. Вот сколько еще раз надо сказать этому взрослому человеку, или ребенку, там, старшекласснику, ну, про детей, про маленьких – это отдельный разговор, мы это обсудим. Что детское удерживающее устройство – это безопасность вашего ребенка. Причем штраф-то такой, в общем-то, немаленький для большинства жителей. Родители, да. 3 тысячи, да. При том, при всем, что начальная цена там бустера, да, ну, то есть это устройство, которое это делает выше ребенка, тем самым ремень безопасности переходит в безопасную… Позицию. …при сработке зону туловища. И заканчивая там 4 тысячи – это вполне уже себе приличное детское кресло. Понятно, что там можно… Тенденция моды и от Рикара есть. Ну, да. Да, да, детские у нас кресла, удерживающие устройства, которые стоят до 40 тысяч. Но вот позаботит… Каждый заботится о своем ребенке в силу своих возможностей и понимания. Но заботится. Да. Работы и родители, которые не заботятся, это вот прям… Это не родители какие-то. Поэтому каждую неделю рейд, каждую неделю есть привлеченные к административной ответственности. Это возвращаемся к ответственности родителей и детской безопасности. Очень важная составляющая, мы тоже здесь говорили об этом, это светоотражающие элементы, световозвращающие, как правильно говорится, световозвращающие элементы на одежде ребенка. Сейчас все, сейчас сумерки, сейчас вот буквально сентябрь, а уж про октябрь вообще говорить не приходится, это 4-6 часов, ребенок уже в своей темной одежде на проезжей части не видит. Поэтому нужно, чтобы обувь… Хотя бы фликер на ранце, на этой сумке для обуви. Я уже не говорю, ну, бывает действительно сейчас одежда разная, но какой-то светоотражающий элемент… Может спасти жизнь и здоровье ребенку. Причем можно найти такое, что ребенку понравится какая-нибудь штучка там, да? Там модничать можно тоже, там это все индустрия двигается. Это вот прям короткий перечень. Причем… Дальше перехожу к живым примерам. Вот давайте мы во второй части как раз с живыми примерами и столкнем наших телезрителей. Почему? Потому что ничего нет лучше примера, тем более, что иногда они, к сожалению, приводят к необратимым последствиям. И во второй части на примерах пройдем все эти этапы, тем более, что есть у нас еще и вопрос, как правильно тоже называется, средства индивидуальной мобильности, тоже этого коснемся, потому что в некоторых странах, а в отдельных городах уже запретили их как таковые. Поэтому, ну, много интересного. Дождитесь продолжения. Напомню, что у нас в гостях Илья Викторович Атаманов, начальник ГИБДД, отдела ГИБДД, а международное управление МВД России – Люберецкая. Через некоторое время продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России – Люберецкая. Илья Викторович Атаманов, полковник полиции. Вот накануне нового учебного года, и вообще-то начало сезона, это не только ученики, не только студенты, не только учащиеся, но это и родители, это родственники родителей и так далее. Огромный такой пласт. Лето закончилось, расслабление в том или ином варианте закончилось, начинается нормальная жизнь. Но примерно до 1 октября будет такой переходный этап. Давайте теперь о конкретных примерах. Мы специально договорились не показывать, а рассказывать, потому что это важнее, когда эмоционально это передается. С чего начнем, Летос? Качество комментариев крайне сказано. Что мы наблюдаем, причем к вам как к водителю, вы подтверждаете мои слова, вот нам чем удобно. И вы, и я, и водитель, и пешеход ежедневно одновременно. Мы в курсе, да. Недавно совершенно, вот прям, причем каждый раз картинка, вот этот ребенок подлетающий на пешеходном переходе, вот, и там некоторое время практически по воздуху летящий. Да, это всегда вот прям вот такой яркий, каждый раз эмоциональный след оставляет. Говорили, говорим и будем говорить. Если пешеход, это то, чего надо самим соблюдать. И самое главное, нашим детям внушить и прям сделать зарубку на памяти на всю остальную жизнь. Если пешеход встал на пешеходный переход, это не значит, что все остановились. К сожалению. Потому что, вот, я вот прям из реальной жизни отвлекся в телефон. Это я прям с наших ДТП, не то, что статистика. Наклонился за упавшим телефоном. За стойкой не видно. Это я вот прям, вот, это все лето, я вам рассказываю, вот, минувшее лето. Заснул, стало плохо, просто задумался, даже такие варианты есть. Повернулся к жене, которая справа сидит. Заговорился, да. Все, то есть, вот это вот, вот, я каждый раз, я смотрю на это видео, думаю, буш-то мой, бессмертный, что ли. Вот, и вот эти вот, это какие-то, вот, я не знаю, там, даже психологическому портрету надо горожанина, конкретно социальный, там, портрет брать, вот. То есть, вот идем, вот мы смотрим, мы не смотрим туда, мы же, мы же гордые, у нас нам по правам дорожного движения по закону. Да, раз зебра, значит, я иду. Передо мной должны все остановиться. Должны. Но там точно такой же разгильдяй едет. Там разного возраста, разного пола и разной степени подготовленности. Я уж не говорю про наших гостей столицы, которые стали еще самыми активными участниками дорожного движения. Так вот, по правилам дорожного движения, внимание, пешеход обязан убедиться, что ему предоставляет это преимущество в движении. То есть, пешеход, который идет не глядя, он точно так же является нарушителем правил дорожного движения. То есть, его, на его 500 рублей можно смело наказывать уже. То есть, он должен остановиться. Да. Посмотреть налево, направо, убедиться. Продолжая, да, продолжая цитировать, как и ранее, министра образования Московской области, он сказал, да, этого водителя мы накажем, да, возможно, привлечем к уголовной ответственности, да, он понесет наказание. Но кто вам, вашему ребенку вернет здоровье или жизнь? Поэтому возвращаемся к правилам дорожного движения. Перед пешеходным переходом надо убедиться. Как я неоднократно рассказывал, самое лучшее, я каждый день этим занимаюсь. Я вот это вот выстраиваю свое взаимоотношение с подъезжающим водителем. Что я делаю? Посмотрел, убедился, нашел его глазами. Это вот летом очень хорошо, с утра, в солнечном месте. Я ему улыбнулся, кивнул головой. Девушке очень радостно, когда мужчина с утра, ему улыбнулся. Я когда, то же самое, кстати, когда я вижу, что не только я такую, так веду себя напишу на переходе, когда идет девушка, она там помахала, там я тоже кивнул. Всем приятно. То есть контакт такой. Да, а вот это там раз, там, а-а-а, идет, один смотрит, другой, а-а-а, пропускает, значит. И медленно, и замедляет ход так. Да, то есть не надо свои какие-то комплексы демонстрировать на дороге. Поэтому надо демонстрировать дружелюбие. Дружелюбие заключается в том, что как минимум убедиться в том, что машина остановилась. Почему я говорю убедиться? Потому что настанет вечернее время, и не всегда можно рассмотреть, где глаза водителя и о чем он сейчас думает. Поэтому выстраиваем визуальный контакт с транспортным средством, которое должно вас пропустить. Это единственный способ правильного перехода проезжей части. В лучшем случае, если контакт не установлен и средство движется, лучше его пропустить. Совершенно верно. Даже если он на красном территории. Совершенно верно. Да, иной раз просто водитель даже физически не может остановиться. Соответственно, к ранее сказанному возвращаюсь, этому же необходимо научить своего ребенка. Что пешеходный переход – это не то, что все, это твое законное местонахождение. Все затормозилось. Да, вот прям просто надо приучить. То же самое, сейчас следующий сразу пример. То же самое должно быть. Это прям вот практически по двору, мы любому, по любой внутридворовой территории, мы должны настолько предельно аккуратно, внимательно двигаться, потому что поворот с главной дороги, зона пересечения тротуара с проезжей частью. Да. Вот понятно, да? Да. Понятными заданиями. Здесь два момента. Первое, как правило, вот припарковаться негде, прям классика, стоит «Газель». Наш Комсомольский проспект, Люберцы. Соответственно, из-за «Газели», из внутридворовой территории едет водитель, он не видит, что на тротуарной дорожке происходит, и со значительной скоростью передвигается электросамокат. На электросамокате, внимание, мы на этом отдельно остановимся, три ребенка, три девочки. Причем та, которая передняя, ей места нет, она на корчиках, она комплекции поменьше и помладше своих подружек на корчиках сидит. Ошмар. Да, соответственно, водитель, скажешь, что он гнал, не скажешь. Это все картинка с камеры «Безопасный город». Вот водитель выезжает, они прям в правую пассажирскую дверь ему въезжают все втроем. Соответственно, ребенок, который сидел на корчиках, получает травму головы, потому что бьется о самокат, на котором мы ехали. Но это не мудрено. Вот если вот так сидеть на самокате. Про самокаты это вот отдельный разговор. Но, первое, здесь я обращаюсь к водителям, в том числе, которые должны просчитывать эту ситуацию. Мы сейчас, опять же, с точки зрения правил дорожного движения, тоже есть нарушения. Читаем правила. Если от края проезжей части до места стоянки менее пяти метров, то эта машина нарушает правила парковки. То есть он тоже подлежит административной ответственности. Хочется сказать, водитель этой «Газели», уроженец одной из наших республик, был привлечен к административной ответственности. Там дальше вопрос к родителям. Какой мы должны сделать вывод? Все из этого примера. Первое. Детей тоже надо учить ездить на СИМах. В данном случае на электросамокатах. Потому что они скоро будут валяться у нас на каждом углу. В Москве надоело, что они валяются. Там приняли соответствующие административные меры. Мы, я думаю, следующая Московская область, СИМы, и это в этом году мы с вами об этом говорили в эфире, получил определение права дорожного движения. Это тоже стало транспортным средством. Вот это все проекция правил дорожного движения, как ездить детям и взрослым на велосипеде. То есть, если тебе до 14 лет, то ты ездишь только по внутридворовой территории или по тротуарам. Если у тебя более мощное транспортное средство, то ты должен ездить как по правилам передвижения на велосипеде. Опять же, если ты едешь на этом СИМе, а они сейчас, вы видели, такие, что некоторые машины могут обогнать, должен быть фонарь заднего вида, должны быть... Ну, все как правило. Да, то есть, вот это должно быть практически оборудование для передвижения по дорогам общего пользования. Опять же, не по автомагистрали. И должен только ехать вдоль обочины. И точно так же он на этом СИМе, на пешеходном переходе, должен, как на велосипеде, спешиваться, переходить, а не пролетать его. И тем самым исключать возможность прогнозировать время прохождения пешеходного перехода, проезда на машине. То есть, с СИМами необходима еще культуру использования и поведение на дороге надо еще отрабатывать. 1 сентября. Есть ли какие-то изменения по поводу регистрации, на регистрации, на регистрационные действия, может быть, еще какие-то документы вступают в силу? Изменения есть. Мы активно с начала года в рамках госуслуги меняем всем жителям новых территорий. Причем это делается в рамках оказания госуслуги на безвозмездной основе. Только надо надлежащим образом зарегистрироваться. Меняем как водительское усилие, так и документы на машину. Очень комфортно, очень многие воспользовались. У нас это отдельная статистика. Я вижу, что такие цифры достаточно внушительные. И наши бывшие жители Украины, а теперь жители новых территорий, ей активно пользуются. Также напоминаю, что в принципе жители и другой части Украины, которые здесь уже находятся и имеют водительское удостоверение, могут его при наличии медицинской справки обменять в рамках оказания госуслуги, уже заплатив госпошлину. Понятно. Ну что, спасибо вам большое. Я понимаю, что вопросов очень много. Мы вышли даже за график нашего времени. Поэтому сейчас начнется новый сезон, скажем так, все вернутся с работы, учебы и так далее. Будем надеяться, что статистика, по крайней мере, не будет ухудшаться. И посмотрим, как к зиме. Мы поближе туда вновь пригласим вас, поговорим о том, как работают не только ГИБДД, но и как работают пешеходы, и, как мы обычно говорим, все участники наружного движения. Спасибо за конкретные примеры и за то, что мы остановились на, казалось бы, таких элементарных вопросах. Но ваша статистика показывает, что вот эти секунды иногда могут стоить жизни. Спасибо большое. Напомню, что у нас в программе был начальник отдела ГИБДД Межмунициальным управлением ВД России Люберецкой Илья Викторович Атаманов, полковник полиции. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова